Всем привет, друзья! Как говорится, все новое это хорошо забытое старое. Сегодня я хочу себе сделать вот таких вот несколько мормышек трехгранок, родом из СССР. Очень отлично они себя когда-то зарекомендовали, поэтому сейчас я себе сделаю несколько штук и на примере одной покажу вам, как это легко делается. Для изготовления тельца понадобится либо кусок вот такой вот медной фольги, либо латунной, а я буду делать из нее. Также потребуется крючок четвертого номера. Вот таких вот заглотышей я заказал на Алиэкспресс 100 штук, так что теперь мне хватит их там на несколько лет на изготовление мормышек. И нам нужно вырезать вот такой вот лепесток. Длина у него 12 миллиметров, в широком месте 6 миллиметров, в узком 2 миллиметра. Для начала нужно разметить и вырезать само тельце. Я думаю тут весь процесс вам показывать не надо. Сейчас все вырежу и покажу готовый результат. Слишком ювелирная точность тут не нужна, так что вот приблизительно размерил. Приступаем к вырезанию. Фольга режется отлично обычными ножницами. Вот, друзья, такая заготовочка у меня получилась. Делаем дальше. После того, как вырезали заготовку, сразу же необходимо сделать отверстие под крепление лески. Для этого берем шилы, делим приблизительно на пополам нашу заготовку. Чуть-чуть ближе к широкому краю отступаем и прокалываем отверстие ровно посередине. Делаем это с лицевой стороны. Отверстие должно смотреть вовнутрь. Вот что получилось. Теперь берем маленькие тесочки, вставляем заготовочку ровно наполовину повдоль и поджимаем. Далее подгибаем и при помощи молоточка выравниваем. Вот что в итоге должно получиться. Теперь внутреннюю часть нужно облудить. Капаем туда поверхной кислоты и чем-нибудь ее там размазываем. Извините, руки кривые, работа ювелирная, поэтому все выскальзывает, но все равно что-нибудь да получится. Берем разогретый паяльник и облуживаем равномерно, везде распределяем олово. Теперь место, где у нас отверстие, нужно повторно расковырять. Так вот ставим заготовочку. И также при помощи шила с наружной стороны отверстие развальцовываем и делаем побольше. Теперь нужно облудить крючок. Как вы видите, он с напылением, поэтому необходимо снять здесь наружное покрытие. При помощи наждачной бумаги хорошенечко зачищаем вот эту шляпку, примерно до середины. После того, как зачистили, также капаем паильной кислоты и облуживаем. Ну и теперь можно приступать непосредственно к самой пайке. Кусочки винной пробки вырезал вот такую вот канавку. Туда укладываем кельцем армышки, подгоняем его к краю. Далее берем облуженный крючок, четко его вот так вот выравниваем. Втыкаем в пробочку, чтобы он никуда у нас не делся. Вот так вот должно получиться это дело. Чтобы у олова не заплавило отверстие, берем кусочек спирали. У меня вот уже есть огрызочек, я на нем лью вот такие скользящие грузики. Также его вот сюда вот втыкаем. Ну и теперь все готово для пайки. Берем небольшой кусочек олова, вложим его в нашу заготовочку и начинаем паять. Олова у меня, блин, с канифолью, другого нет. Поэтому чуть-чуть у меня будет тут все кривенькое, придется потом обрабатывать надфилем. Ждем, когда остынет, и мормышка практически готова. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Такая, друзья, мормышечка. Остается мелкая доработочка. Вытаскиваем проволоку, берем кусочек наждачной бумаги и убираем. Здесь вот этот канифоль, который у меня вылез. Немного скругляем краешки, чтобы нигде ничего не цеплялось, не порезаться. Ну и дальше ее можно будет полирнуть, эту мормышечку. Ну и вот, друзья, как вы могли убедиться, прошло несколько минут работы. Первая трехгранка у меня готова. Сейчас ее еще полирну. После небольшой полировки вот так вот стала выглядеть моя мормышка. Я считаю, что она получилась не намного хуже, чем заводская, которую делали в Советском Союзе. Отправляется она в мою коробочку. Я приступаю к изготовлению следующих. Думаю, на примере одной вам и так все понятно, как это делается. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока и до новых встреч, до новых хороших видео. Субтитры сделал DimaTorzok